СОЦСЕТИ Не секрет, что спецслужбы мониторят социальные сети, и если у вас на странице увидят призывы к свержению государственной власти или другие провокационные сообщения, вас могут уволить с работы, задержать, а в крайнем случае даже открыть уголовное производство. Это было заметно, когда Украиной прокатился скандал, связанный с одесскими правоохранителями, которые в соцсетях размещали пророссийские сообщения. У нас работает группа, которая мониторит соцсети, интернет-сайты, и если где-то мы находим пророссийское проявление работников милиции, мы их увольняем. Я уже уволил, я не помню, три или четыре человека, которых мы нашли. Правда, этих людей даже не уволили прямым приказом, а только во время беседы убедительно намекнули – твоя позиция недопустима. И вот недавно скандал вспыхнул в другом городе, именно в Николаеве. В марте общественность узнала, что редактор государственной телерадиокомпании Николаев на своей странице ВКонтакте открыто поддерживает оккупацию Крыма. Женщина подписана на сообщества вроде «Антимайдан» и другие. В статусе у редактора написано «Русские всегда приходят за своим». В целом же страница женщины красноречиво говорит сама за себя. После того, как история получила огласку, руководству ТРК и национальной телекомпании начали поступать просьбы от украинцев с предложениями немедленно уволить женщину с работы или же вообще отвезти журналистку в полицию, чтобы правоохранители разобрались в правомерности ее сообщений. Вот некоторые из комментариев по этому поводу, которые люди написали на странице в Фейсбуке генерального директора национальной телекомпании Украины Зураба Алсани. Это так поватнически. Ждать Россию и получать зарплату-пенсию из бюджета ненавидимой Украины. Сделай человеку одолжение. Отпусти ее из укропского рабства на волю. Уволь к чертовой матери с волчьим билетом. В ответ на эти призывы Зураба Алсани ответил, что увольнять никого не пришлось, а редактор, через которого поднялся Шумигам, уволилась сама и с точки зрения закона к ней претензий нет. Она отпустила себя самостоятельно, написав заявление об увольнении по собственному желанию. Что не решает системной проблемы. В случае повторения ситуации никаких законных инструментов реагирования в стране нет. И действительно, никакой реакции ни от полиции, ни тем более от СБУ, которую граждане просили проверить, так сказать, правомерность сообщений журналистки не было. Однако должна ли она быть вообще? Формально женщина уволилась по собственному желанию. Однако совсем не исключено, что неформально руководство канала и коллеги, узнав о такой позиции редактора, начали на нее давить и она уволилась. Ведь согласно закону за высказывание своего личного мнения, которое не противоречит закону, человека уволить нельзя. Собственно, как и просить уволиться. Однако, все же есть определенные исключения. Если человек высказывает определенное мнение вот такого вот характера, как мы обсуждаем, то состава преступления здесь, ну, пожалуй, еще нет. В отдельных профессиях есть кодексы профессиональной этики и нарушение, ну, в частности, вот такая позиция может быть нарушением кодекса профессиональной этики, ну, что, в частности, характерно для тех же самых правоохранительных органов. Однако, если со стражами порядка все понятно, то здесь все не так однозначно. Действительно, женщина на своей странице в социальной сети размещала крайне оппозиционную украинской власти информацию, увлекалась русскими и политикой Владимира Путина. И с моральной точки зрения, во время российской агрессии против Украины человек с такой позицией не должен работать на государственной телекомпании, тем более на посту редактора. С другой же стороны, свою позицию и видение ситуации журналистка выражала у себя на странице в социальной сети, а не в эфире телеканала, и призывов к совершению государственной власти в стране от нее не поступало, и по закону к ней претензий нет. Тем более, что можно предположить, что занимает такую ответственную должность, как редактор, женщина профессионально выполняла свою работу, и в этом отношении претензий к ней тоже не было. Ситуация крайне неоднозначная, и эта журналистка не первая. Невероятно, не последняя украинка, которая оказалась в эпицентре скандала за свои неоднозначные высказывания. При этом механизмом реагирования на подобные факты государства так и не разработала. В первую очередь, надо разобраться с тем, какой статус имеет страница в социальных сетях. Это является средством для личного общения, и если человек выражает свои мысли и в этот момент действует как частное лицо и общается со своими друзьями, так же, как бы общалась с друзьями на кухне, или это лицо представляет интересы государства. В Украине есть проблема, так же, как и во многих странах мира, не урегулирован вопрос онлайн-контента. Фактически, общение в социальных сетях – это новый вид такого общения, которое имеет тонкую грань. С одной стороны, это личное общение, с другой – эти страницы есть в публичном доступе. Спілкувание в социальных сетях – это новый вид такого общения, которое имеет очень тонкую грань. С одного боку, это приватное общение, а с другого боку, эти страницы есть в публичном доступе.